За 8 месяцев текущего года за защитой своих прав контролирующие органы обратились почти 100 предпринимателей. Об этом стало известно на встрече в областном Акимате в ходе проведения единого дня отчета. Его цель предотвратить системные нарушения, с которыми продолжает сталкиваться бизнес, а также повысить правовую грамотность предпринимателей. В недавнем послании народу основной упор сделан на развитии экономики в стране. Улучшение этого сектора напрямую связано с темпами развития предпринимательства. Президент неоднократно давал поручения по защите бизнеса, говорил о необходимости оградить его от необоснованных проверок. Эта тема широко обсуждалась на встрече с представителями государственных органов и бизнес-сообществом. Глава государства посланий народа Казахстана отметил, что необходимость разработки планов развития субъектов малого и среднего предпринимательства, как вы все прекрасно знаете, и многие из вас участники этих программ дорожной карты бизнеса и экономики, как простых вещей, снижение ада барьеров, предоставление средств бизнесу на выгодных условиях, недопущение коррупции государственных, недопущение других ситуаций, препятствующих началу и введению бизнеса, на сегодняшний день являются главными направлениями плана развития страны. Факты незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность, к сожалению, продолжают регистрировать. Об этом говорят обращения бизнесменов. Кстати, статистика проверок изменилась, ввиду того, что в предпринимательский кодекс были внесены новшества. А у нас желтный проба займет, да? За 9 месяцев текущего года было назначено и зарегистрировано 1972 проверки и 362 профилактических контроля. Из них 734 проверки и 72 профилактических контроля субъектов частного предпринимательства. Существенным изменением государственного контроля стала отмена проверок по особому порядку или плановых проверок. Развитие малого и среднего бизнеса – это основа экономики страны и ее движущая сила. Поэтому препятствовать развитию этой деятельности нельзя. Об этом не раз говорил президент страны. С января по август текущего года было рассмотрено 99 обращений от предпринимателей. Из них положительное решение нашли 53. Сумма защищенных имущественных прав превысила 1 миллиард тенге. Наиболее часто по-прежнему поступают обращения в сфере закупок, земельных отношений, тарифообразования, естественных монотоний, инвестиций, кредитования и налоговый сфер. Представители местных исполнительных органов говорят, они все заинтересованы, чтобы бизнес в регионе развивался и всегда готовы оказать помощь. Если предприниматель или кто-то из предприятия обращается к нам за информацией, мы готовы без назначения проверок поехать и объяснить, ответить на все вопросы. Отметим, что мораторий на проверки субъектов малого и микро предпринимательства продлен в Казахстане до 1 января 2024 года. А если проверки назначаются по обращению физических и юридических лиц, тогда нужны весомые основания и конкретные факты, отметили участники встречи. Олик Великий, Адельбек Исаков, Колобек Акраб, Акжаек Акпарат